Парки и зеленые скверы в городах положительно влияют на горожан, улучшает их физическое состояние, общение между ними и даже финансовое состояние. Все это повышает качество жизни. Семичане отмечают, что город преобразился, появилось больше общественных пространств. Это парки, скверы и аллеи. Это новая прогулочная улица. Она берет свое начало со сквера Победы до набережной Иртыша. Здесь установлены качели, лавочки и другие малые архитектурные формы. Жители сначала негодовали, зачем было перекрывать целую улицу, а сейчас, увидев результат, не скрывают своей радости. Сейчас это одно из популярных общественных пространств города. Арбат стал излюбленным местом для отдыха горожан. Здесь и вечерами прогуливаются влюбленные и семейные пары, молодежь, люди серебряного возраста и гости города. Субтитры подогнал «Симон» Этот проект направлен на создание современной и комфортной городской среды для жителей и гостей города. На данный момент уже около 80% работ завершены. Специалисты уверяют, что совсем скоро это место станет одним из лучших объектов для отдыха. Конкурс на проведение ремонтных работ выиграло товарищество с ограниченной ответственностью «Семь дор техника». Они выполняют работы по строительству пешеходного променада «Арбат». На данной территории устанавливаются малые архитектурные формы в национальной тематике. Кроме того, идут работы по озеленению. Мы являемся генеральными подрядчиками строительства пешеходного променада «Арбат» по улице Мангели Киелево, где мы сейчас стоим. Также мы в этом году выиграли государственные закупки по строительству общественных пространств. В рамках этих общественных пространств мы строили пляж Заря, там небольшая работа, парк спасателей, исторический перекресток, который находится по улице Баужанам и Мушулы, пересечение с улицы Осетана и Мамбаева. Это в районе Цона. По «Арбату» мы тоже идем к завершению. У нас были небольшие задержки по сроку в связи с тем, что не было материала. Бурщатки, так как она изготавливается в Астане, была небольшая авария на заводе. Сейчас они нам начали отгружать. В принципе, мы заканчиваем. Я думаю, что тоже в ближайшее время мы уже его закончим. На «Арбате» тоже установлены скульптуры, национальные тинематики. Вы можете их посмотреть. Это делала фирма «Скайарт» алматинская. У них более такие современные скульптуры. Также провели озеленение на данном участке. Также в «Семее» идет реконструкция «Золотого квадрата» на историческом перекрестке. На пересечении улиц Осетана и Мамбаева и Баужана Мумушула имеется ряд исторических зданий. Одной из задач подрядной организации было привести в порядок тротуары и обновить фонарные столбы. В данных проектах предусмотрено именно по историческому перекрестку это восстановление пешеходных тротуаров, установка скульптур. Их делал наш местный скульптор. Все мы его знаем, Нурбол. У него большое количество работ. Вот это одна из его работ. Более подробно по эти скульптурам он вам может рассказать. В принципе, исторический перекресток, реконструкция его в чем заключалась? Это приведение в порядок тротуаров, так как это центр города, восстановка уличной мебели, обновление фасадов. Но это другая делает подрядная организация. Но в совокупности в проекте это в общем будет приведение в фасадов порядок. Также будут размещены QR-коды на каждом здании историческом, на которые человек может навести и узнать всю информацию, почему данное здание является историческим. Также мы, ну это не в рамках проекта, это наша больше спонсорская помощь. Мы помедляли вот здесь вот на этом отрезке освещение. Оно сейчас работает. В принципе, на историческом перекрестке мы уже заканчиваем, я думаю, 3-4 дня. Мы, горожане, смогут полноценно им пользоваться. Ну то есть они и так уже пользуются. Ну сейчас последние штрихи, так скажем. Здесь просто несколько подрядчиков. То есть там есть восстановление асфальта, окраска фасадов. Работы достаточно много. Несмотря на то, что работы еще полностью не завершены, жители, заметив, как преобразился облик улиц, поделились своими впечатлениями. Путь взялся. Очень хорошо сделали. Сейчас по Арбату и дети, и взрослые гуляют. Я очень рада этому. Ну очень понравилось. С дочкой гуляем каждый день. Город преображается. Вообще новый Арбат великолепен. Особенно та сторона, которую закончили. Смотришь на гор, прям вообще изменились. Все равно сильно. Сильно. Посмотрите, какие кривые улицы были. Сейчас идешь, ровная дорожка, приятно. Жанна Арбат создал пизанхаламск. Город развивается. Можно будет гулять и вечером, и днем. Очень нравится. По словам подрядчика, буквально через пару дней строительство Арбата будет полностью завершено. И горожане смогут в полной мере насладиться обновленным общественным пространством. Сейчас мы находимся в левобережной части города. В скором времени здесь появится сквер спасателей. Общественное пространство будет создано для того, чтобы спасатели и пожарные могли проводить здесь свои праздничные мероприятия. Парк посвящен пожарным, истинным героям, ежедневно рискующим своими жизнями ради безопасности граждан. Новый сквер расположился на левом берегу города и станет как местом отдыха для всех жителей, так и символом уважения и признательности к труду и мужеству спасателей. Особое внимание уделяется экологическим аспектам. Высадка деревьев и кустарников не только украсит сквер, но и улучшит экологическую ситуацию в городе. Также будут установлены урны для мусора, чтобы приучать горожан к бережному отношению к окружающей среде. На стенах жилых домов уже нарисовали муралы, а в центре сквера установлен памятник в виде пожарной машины. Миссия, во-первых, спасателей. Там будет расположена сквер, где будет зона, где спасатели, во-первых, линии ЧС, они говорят, мы сами за ним будем ухаживать. Там будет почтена память тех людей, которые погибли при пожарах, будут установлены мемориальные доски, будут установлены соответствующие скульптурные произведения и будут игровые зоны, связанные с пожарными, то есть по линии МЧС. Также мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы они нам представили технику соответствующую, чтобы как бы музейный экспонат туда выставили. Этот момент уже тоже нам Роман помог. У тебя есть, да, уже эскизы? Да, он тоже безвозмен нам ее разработал. То есть работа уже начата, уже сегодня мощение брусчатка мы привезли, тоже очень хороший, кстати. И уже, я думаю, конец июля нам это все будет... Это бюджетный проект? Это бюджетный проект, да. А сквер медиков? Сквер медиков тоже бюджетный проект. Да, про частности, можно подробнее? Тоже точно так же, там будут установлены игровые комплексы, также для... Будут бюсты медиков? Не бюсты медиков будут, а будет архитектурный комплекс, вот это, да, чтобы там... Потом будет для тренажерных, мы сейчас рассматриваем, чтобы для маломобильных групп, да, хотим там установить. То есть детские площадки для маломобильных групп, хотим установить. И, соответственно, там тоже хорошее будет мощение, прям перед первой больницей уже там ведутся работы, там очень много деревьев, которые необходимо было снести, потому что они все уже не в том состоянии были. Сейчас на данный момент ведется снос старых всех деревьев, вы знаете, во-первых, во-вторых, кронирование, и начинаем уже все это порядок приводить. То есть парки и скверы мы порядок приводим. Спасатели, во-первых, линии ЧС, они говорят, мы сами за ним будем ухаживать. Там будет почтена память тех людей, которые погибли при пожарах, будут установлены мемориальные доски, будет установлено соответствующее скульптурное произведение, и будут игровые зоны, связанные с пожарными, то есть по линии МЧС. Представители подрядной организации сообщили, что работы начались в начале месяца. Согласно плану, объект будет сдан в эксплуатацию в конце июля. Стараемся закончить в кратчайшие сроки. Для жителей Левого берега, надеюсь, что это будет сквер очень приятный, для с детьми отдыхать, гулять. Для местных жителей это очень хорошо, так как на Левом берегу это очень мало у нас зоны отдыха. Новый сквер станет важной частью инфраструктуры города, объединяя элементы отдыха, спорта и памятные места, посвященные службе пожарных. Жители семьи с нетерпением ждут завершения строительства и открытия данного значимого объекта. Раньше здесь была свалка, и все было раскидано. Сейчас строят площадку, и я очень рад. Я очень рад, что здесь все ремонтируют. Думаю, детям понравится, они будут развиваться здесь. Я думаю, что это очень полезно для малышей. Сквер спасателей – это не только дань уважения героям, но и инвестиция в будущее города, показывающая, что семей ценит своих защитников и стремится создать благоприятные условия для жизни и отдыха своих граждан. Особое внимание уделяется и дворовым территориям. Благоустройство дворов включает в создание комфортных и безопасных функциональных условий для отдыха. Ключевыми элементами являются современные детские площадки с игровыми комплексами, качелями и горками, а также тренажеры и футбольные площадки для активного отдыха. Обустраиваются зоны со скамейками, беседками, зелеными насаждениями и современными системами освещения для безопасности и уюта в вечернее время. Аким Семейн Нурбол Нурсагатов подчеркивает важность ухоженных дворов для укрепления добрососедских отношений и общения детей. Особое внимание уделяем дворовым пространствам. Вот когда заходишь в двор, ухоженный, красивый, сделанный, и заходишь и разговариваешь с жителями, с ними разговор другой состоится. У них уже с ними разговаривают совсем по-другому. Знаете, уже они между собой уже общаются, их дети уже между собой общаются. Да, 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 там, по-моему, два двора делают анализ, и один двор сделали, другой двор не сделали, и после этого социологический опрос произвели. В одном дворе уже все хорошо общаются, дружат, не ругаются, а другой двор не сделали, там соседи друг другом даже не здороваются. Когда заходишь в уже благоустроенный двор, знаете, это очень приятно. И соседи начинают между собой общаться, и дети начинают играть. В связи с этим мы огромную роль уделяем, вы знаете, на обустройство наших дворовых площадок. В этом году порядка 50 дворов мы уже будем делать. На сегодняшний день уже 13 дворов уже начаты, остальные дворы я поставил задачу каждой неделе по 5 дворов начинать. В ходе беседы глава города рассказал о том, что в этом году планируется благоустройство около 50 дворов, а работы уже начались в 13 дворах. Аким поставил задачу начинать работы по благоустройству в 5 дворах каждую неделю. Малая архитектурная форма также заказана, я думаю, будут работы выполнены. Конечно, если сравнивать по городу, как только мы эту программу начали в огромном количестве, ко мне на личный прием, также я иногда комментарии читаю, очень много приходит. Все хотят сразу и все. Так не получится однозначно. Также городоначальник отметил, что несмотря на большое количество запросов, программа будет реализовываться поэтапно, и со временем город станет значительно более комфортным для жизни. Кроме благоустройства дворовых территорий, внимание уделяется и улучшению дорог, а также наружному освещению. В частности, в поселках Комсомольский и Шахтар остались лишь несколько улиц без наружного освещения. Важное место в планах занимает и частный сектор, где создаются общественные пространства. Вот, например, по освещению Комс, поселок Шахтар, вы посмотрите, там осталось буквально несколько улиц, которые освещение не сделали, наружное также. И частный сектор уделяем, и там тоже выделяем определенные участки и делаем общественные пространства. То есть, вот частный сектор, например, тот же улица декоративная, восточная. Частный сектор сделали же, сейчас хорошо тоже. И будет параллельно заниматься. Работы по благоустройству семьи направлены на создание комфортной и гармоничной городской среды, где жители смогут насладиться красотой и удобством своих дворов. Акимат города настроен продолжать эту работу и в будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова